Страна ФМ Потрясающие гости, потрясающие музыканты. Можно это сделаю я, пожалуйста. Сделай, пожалуйста. Итак, у нас в студии лучший этнический проект России. Коллектив Authentic Light Orchestra. И я хочу поприветствовать этим утром основателя группы швейцарского мультиинструменталиста, композитора, выпускника высшей школы искусств Цюрихи по классу органу, человека, который играет практически на всех этнических инструментах мира. Это Валерий Толстов. Доброе утро. Доброе утро, Валерий. И с нами в студии потрясающая красавица, невероятно талантливая артистка, солистка коллектива Authentic Light Orchestra, Вероника Штальдер. Доброе утро. Good morning, Вероника. Good morning, доброе утро. Спасибо, что пришли. Валерий, все правильно я сейчас сказала? Абсолютно. Вот особенно вот этот момент мне мой больше всего нравится. Играет практически на всех инструментах мира. Когда мы готовились к интервью, мы действительно с Ладом обнаружили, что вы не играете только, по-моему, там на балалайке, желейке, что-то такое. Нет, на самом деле я не играю на всех инструментах, я играю на каком-то количестве инструментов. Валерий, прям чуть-чуть поближе к микрофону. Конечно. Вот, отлично. Спасибо. Некоторые инструменты из списка упущены, конечно, я ими не владею, но, надеюсь, еще впереди, и будем стараться наверстать эти упущения. Ребята, давайте разбирать по порядку. Вероника, you speak English? Yes. A little bit Russian, as I understand. I can say, привет, как ты? Ну, это уже хорошо, это уже хорошо. Очень приятно. При этом нужно отметить, что Вероника из Швейцарии поет на армянском языке и на русском, и не только. Правильно я сейчас говорю сейчас, Вадим? Ну, сейчас она поет на выдуманном языке. А вот об этом поподробнее. Слушайте, вот это интересная история, вы думаете, язык это вот, ну, абракадабра говоря, по-русски, по-русски. То есть, язык, который не существует. А как рождается тогда текст? Это на основе импровизации просто, или как? Я думаю, этот вопрос можно перенаправить к Веронике. Die Frage ist, es gibt die Songs auf einer erfundenen Sprache. Wie entsteht das? Кто-нибудь, кто готов перевести слова Вероники? Ну, в целом, смысл был в том, что, поскольку она джазовая певица, у нее джазовый навык, и она старается уловить звучание разных языков и воспроизводить их по-своему. Насколько я понимаю, Вероника может воспроизвести любой язык. Так, очень интересная история с армянским языком и вообще со знакомством Вероники с армянской культурой. Мы читали вот ваше интервью, и об этом подробнее попозже поговорим. Добавите обо всем по порядке. How did you meet each other, Вероника? Как вы встретили друг друга, Вероника и Валерий, in Swiss, as I understand, в Швейцарии вы познакомились? Yes, very romanticly we met in the internet, on MySpace. Я думаю, сейчас даже в ладху... Новые технологии, да, вот они приходят в нашу жизнь уже пришли. Ну и так вот, друзья, грандиозные музыканты встречаются не где-нибудь там, а в интернете. Это как бы практически со знакомств. Ну а слушайте, это какая-то специальная площадка была для музыкантов? В то время это была очень популярная площадка, очень важная для музыкантов. Все старались продвигать свои страницы, потому что там было огромное музыкальное сообщество. Все слушали и знакомились через именно эту платформу. Какая платформа? MySpace. MySpace, да. Ну то есть там можно было и поделиться музыкальным материалом, и познакомиться для романтической истории, насколько я понимаю, да, Валерий? Ну, в сторону романтических историй мы не предпринимали никаких действий, но... We speak about romantic histories, Вероника, as you... Yes, I understand. Но музыкальный очень даже. Вот что получилось, собственно, вот благодаря платформе MySpace был создан этот проект, потому что именно благодаря этой платформе мы познакомились в нужное время, в нужном месте. А что касается различия культур, да, Валерий, все-таки, несмотря на то, что сколько лет вы живете в Швейцарии? Ну, около 16 лет. Ну, понятно, да, что музыка, я дополню, Юль, твой вопрос, понятно, что музыка, это дело исключительно интернациональное, наверное, вот так правильно будет сказать. Но, тем не менее, все-таки это разные культуры, да, их же нужно как-то все равно соедить воедино, чтобы все это получилось гармонично, органично и так далее. We speak about difference of in our mentality. It's your mentality and, Валерий, how did you... Как вы, как вы... Помогите мне, пожалуйста, Валерий, как вы совершили этот симбиоз? Как он происходил? Это же так тонко. Ну, на самом деле, вся эта история для меня лично очень удивительная, потому что я никогда не мог представить, что у меня будет коллектив с швейцарской певицей, которая поет на армянском языке. He couldn't imagine a Swiss singer, his group, who sings Armenian songs. Ну, это вообще, мне кажется, любому человеку достаточно сложно представить до встречи с вами. Поскольку армянский язык, естественно, сложный, специфичный для, как бы, людей другой национальности, другой культуры и довольно сложно на звучание. Поэтому мне до сих пор не удается понять, как ей удается без акцента настолько хорошо воспроизводить этот язык, будучи не понимая абсолютно практически ничего. Мы, бывало, ездили на гастроли в Ереван, и люди подходили после концерта, начинали разговаривать с ней на армянском, потому что они не могли поверить, что он не армянин, а может петь на армянском. Ну, надо сказать, что Вероника, I told you that you look not like real Swiss, not typical Swiss woman, что действительно Вероника не выглядит, как классическая женщина из Швейцарии, потому что вот your hair, ну, вы такая очень, немножко даже, может быть, восточная девушка. Валерия, вы переводите, пожалуйста. Мы говорим, как это возможно, что вы на армянском языке? Они говорят, что, конечно, вы не видите так, что типичная Швейцария. И они говорят, как это вообще, как это было, что вы на армянском языке? У нас сегодня огромное количество языков звучит. Вы заметили? Полный интернационал. Да, да, да. Валерия, прежде чем мы уйдем на песню, переведите, пожалуйста. Очень важная вещь сейчас сказала Вероника. Ну, ей в целом нравится корневая культура разных народов. И в том числе вот она до знакомства со мной не была знакома с армянской музыкой. И когда я ей показал, ее это очень заинтересало. Я показался это родным, и вот, собственно, интерес перерос в дело. А вы знаете, прямо сейчас у нас есть возможность познакомить Веронику. Да, наверное, и вас тоже, Валерий, получше с отечественной поп-культурой. А в это слово поп-ключевой здесь все-таки, мне кажется, поп-культура, это важно. В общем, друзья, несколько минут мы прервемся, и через 3-4 минуточки снова продолжим и вернемся сюда. Доброе утро. Наши утро продолжается. И у нас в студии лучший этнический проект «Россия». Коллектив «Аусентик Лайт Оркестра». Основатель команды Валерий Толстов. Доброе утро. И солистка Вероника Штальдер. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, еще раз. Доброе утро. Ребята, к нам пришли с отличной новостью. Дело в том, что завтра, 8 марта, самый главный женский день в году, в рамках фестиваля «Город джаз» ребята будут представлять свою новую программу. Называется она «Мэджик Рутс». И вот сейчас давайте все по порядку рассказывать, Валерий, где это пройдет, что это за программа и так далее. Ну, мы рады вам сообщить, что завтра, 8 марта, в этот замечательный день, праздник, мы выступаем в рамках фестиваля «Город джаз» в тропической оранжереи Ботанистского сада. Ой, как мы любим это место. Там роскошная атмосфера. Мне, к сожалению, с самой оранжере я еще не довелось побывать, но я видел фотографии, они чудные, волшебные, и вот не терпится, как даже наступит уже завтра. Там просто пальмы, я вам рассказываю, как там красиво, Вероника, Валерия. Там пальмы, там лианы, там какие-то тропические цветы. Там огромные, конечно, да. Там так вкусно пахнет. Вероника, I tell to Valery about great atmosphere in the place where you will make performance tomorrow. Sorry for my English, but I try as... I'm looking forward to it so much. I love nature and plants. It's a very beautiful place. Продолжаем. Валерия, рассказ. Вот, концерт состоится в рамках фестиваля «Город джаз». Это регулярный фестиваль. И боюсь ошибиться, с какого времени он имеет место быть, но в 2016 году нам довелось участвовать в рамках этого фестиваля, который проходил Open Air. Также в Ботанистском саду, в аптекарском огороде. А в этот раз это будет вот в оранжереи зимний формат такого-то фестиваля. Также, как бы, наш концерт не последний. Будут концерты в апреле. Ожидается два прекрасных джазовых концертов. Так что любители джаза и вообще хорошей музыки, просьба следить за новостями и посещать эти прекрасные мероприятия. Для фестиваля «Город джаз» вы придумали новейшую программу, которую еще пока что никто не видел и не слышал. I mean Magic Roots, it's a new program. Yes, Вероника, it's something very-very-very new for everybody. Да? Yes. For everybody. For everybody, да. Да, вот это хорошо. Мне начинается, когда перемешивание языков происходит. Попробовал бы ты в прямом эфире на английском языке пытаться говорить кутузо. Именно по этой причине сегодня занимаешься этим ты сегодня. Слушайте, давайте по поводу концерта мы подробнее поговорим. Очень интересная история. Чуть-чуть попозже. Прямо сейчас, Валерий, я прошу вас, наверное, прокомментировать. Ну, буквально пару слов о том, что мы увидим. А мы увидим ваше выступление, вот живое выступление в Ереване. Когда это было и что это было за композиция? Это было наше выступление в 2013 году с Оркестром Оперного театра Еревана, в самом здании Оперного театра, с замечательным дирижером Кареном Дургаряном. Это был наш первый концерт совместно с Оркестром. У нас группа Оркестр и Оркестр Струнная секция Оперного театра. И вот для нас это было такое очень знаменательное событие. Оно было первым. Мы запечатлели его тогда на видео. И вот сейчас можем его, наверное, посмотреть. Ну да, прямо сейчас у нас есть уникальная возможность все это послушать и посмотреть. Итак, друзья, давайте это сделаем на телерадиоканале «Страна ФМ». 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 Это песня «Грай». Мы посетили монастырь, и это было магично. Это было как флешбек к этому дому. И мелодия мне очень напомнила о том, что я слышала в этом дому. И в этот момент, что вы понимали? Что вы чувствовали? Это было как-то спиритовый момент для меня. Я не могу объяснить это. Это идет слишком глубоко. Валерия, нам нужен синхронный перевод. Когда я впервые бывал в Армении, это было круто. Практически так. Если вкратце. Я, конечно, хочу извиниться. Я не специалист, конечно, в области английского. И русский тоже не всегда мне дается легко. Но попробую перевести. Она рассказывала о том, что лет 15 назад у нее был потрясающий яркий сон. Там звучала музыка. Это был некий древний монастырь на горе. И этот сон очень сильно запечатлелся. И уже спустя много-много лет, когда мы в первый раз поехали в Армению, и когда она увидела этот монастырь, она узнала свой сон. И поэтому для нее лично это был такой очень сильный опыт, большое переживание. Благодаря этому сну для нее была создана некая особая связь с Арменией. Вот на таком каком-то уровне. В мистическом, да? В мистическом. Сам мистик в этой истории, да? И, видимо, то, что у нее так хорошо получается петь на армянском, может быть, тоже не случайно. Вот хотелось бы мне уже поговорить, знаете, в июле все про еду. Нет, слушай, давай поговорим попозже. Давайте все-таки перейдем к музыке, к творчеству, потому что это все-таки главное. Мы сейчас хотим попросить Веронику, ну вот в таком акапельном варианте, небольшой фрагмент спеть, если это возможно. На армянском? Да, 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 да. На армянском? А можно мы на армянском, кстати? Я понимаю, что я ломаюсь полностью схему. Все, что хотите. Все, что хотите. I break our scenario totally now, Вероника. I asked Valeria if it's possible to sing some Armenian song. Sure. Right now. Yes, of course. For телерадиоканал Страна.ФМ. Вероника Штальдер. Authentic-like orchestra. Вероника Штальдер. Вероника Штальдер. Вот сложно после этого говорить вообще слова, но мы все-таки обязаны это сделать. Аплодисменты прямо сейчас, Вероника. Аплодисменты прямо сейчас можно сейчас по громче. Браво. Вероника Штальдер. Я никогда в жизни, я никогда в другие миры в жизни так быстро не переносился. Секунду, согласись, Влад? Мгновение практически. Это правда, это все. И насколько заметно, что не просто нравится музыка, слова, а вот как будто бы действительно, не как будто бы, а такие есть. Вероника проникнута культурой. Это правда. Давайте мы сейчас снова немножечко музыки, да, у нас... Хочется больше и больше. У нас еще одно видео есть, да, ну и аудио, естественно. Тоже, Валерий, что это? Что Мама Сет мне подсказывает? Это музыка из нашего, вот, из нашей новой программы, которая будет звучать завтра. Это пример для нас. Мы впервые, значит, с нашей группой исполняем это на концертах. И вот завтра будет пример, а Вероника, возможно, может напеть пару фрагментов из этой, основной песни этой программы. Это песня на выдуманном языке. Не существующем, говоря проще. Также в песне участвует в одном эпизоде певец из Сенегала замечательный. Мы здесь его услышим сейчас. Да, он тоже есть в песне, так что вот такая песня Сенегал и выдуманный. Ну, смотрите, у нас трек уже пошел, и видео тоже. Давайте посмотрим, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А мы вернулись, друзья, вот прям на барабан. Ой, шикарно, шикарно. Вы не слышите, хочу к нашим гостям обратиться, вот там сверху, там люди, которых вы не слышите, но мы в ушах их слышим, они в полном восторге просто. Просто в полном восторге выражают вам респект, говоря современным языком, за то, что вы делаете. У нас в гостях коллектив Authentic Light Orchestra, Вероника Штальдер, солистка-основатель группы Валерия Толстов. И вот мы сейчас говорили с Вероникой о том, что очень круто звучит линия вот этого музыканта из Сенегала. Расскажите, пожалуйста, вот об этой истории, насколько я понимаю, он из коллектива Вероники, у которой тоже есть свой бэнд. Он из королевской семьи Сенегала. Дело в том, что он происходит из-за очень известной семьи. Это семья, которая уже в течение тысячи лет передает традиционную сенегальскую музыку из поколения в поколение. И вот эта именно семья, она одна из ключевых в том, что она держит традицию сенегальской музыки. Их много братьев, все они музыканты, и вот этот парень один из них. Вероника, а что для тебя есть сенегальская музыка? Почему ты нуждался в этой композиции? Валерия делала это, но Муса и я, мы знаем друг с другом, потому что мы играем в бэнд вместе. Это еще один проект, это мой проект. Какой название вашего проекта? Это Вероника с Индиго. А переведите, пожалуйста, для тех, у кого инглиш на троечку. А, давайте я. У Вероники есть свой бэнд, он называется Вероника Индиго. Правильно? Правильно? Да. И это микс джаза, микс африканской музыки. Чего еще, Валерий? И авторская песня. Авторская песня. Ну, примерно то, что мы только что услышали, да? Ближе в эту сторону. Ближе в эту сторону. Окей, слушайте, давайте прервемся, но у нас мы должны сделать небольшой перриф, уйти на рекламу, после которой мы обязательно к вам вернемся. Мы продолжаем знакомить наших утренних гостей с российской отечественной поп-музыкой. Вот только что Валерия Толстов и Вероника Штальдер прослушали композицию в исполнении «Буррито». What do you think, Вероника, about Burrito's music? Do you like it? Yeah, I think it's cool. I would dance to it. I like that. Это круто, говорит, Вероника. Зашло, да, Вероника танцует. Друзья, вот если вы только что включили страну FM, напоминаю, что у нас в гостях команда Authentic Light Orchestra. Ребята к нам пришли не только поговорить с нами о своем творчестве, и, собственно, у нас здесь премьера треков. Мы еще обязательно должны обсудить то, что завтра у вас концерт 8 марта в аптекарском огороде в оранжерии Ботанический сад МГУ. Во сколько? Что за программа? 19.00. Новая программа Authentic Light Orchestra Magic Roots. Но будут в концерте также старые композиции. Всех очень ждем. Будет замечательный состав. Струнное трио будет поддерживать нас. Ну, позовите красиво девочек с молодыми людьми, Валерия, завтра на ваш концерт. Это же прекрасно, 8 марта вот провести в такой атмосфере. И по поводу билетов, по-моему, они есть в интернете, и на входе тоже можно купить. Но, насколько я знаю, там с местами, по-моему, уже не очень. С местами не очень. Вот край моха я слышал, что уже там... Но мы в любом случае очень сердечно приглашаем всех дам. Найдете местечко. Надеемся, да, провести со всеми замечательный вечер. Вероника, I wanted to ask you about Russian and Armenian culture. Which dishes, what dishes, what food here in Russia or Armenia do you like most of all? Какая еда в Армении или в России нравятся наши гости из Швейцарии больше всего? Юля не могла не спросить про еду. Russian borscht. Russian borscht, yes. The best, the best of the best. And in Armenia, I love the stuffed flat bread, I don't know the name, with a lot of herbs. Dolma. Name of the dish is Dolma. Really, Валерия, Dolma? Вероника, do you know пельмени? No. Пельмени? Валерия, что происходит? Вероника столько лет здесь бывает, и пельмени не ела. Да, точно, знаешь, такое пельмени, просто она не знала, не знает, как это звучит. И pancakes, потому что now is maslinice. Слушайте, у нас остается полминуты. Валерий, хотел вам задать такой музыкантский вопрос, мне интересно просто. Понятно, что одна история играть вживую на площадке, маленькая, большая, неважно, вот такую музыку. Насколько трудно ее записывать в студии? Потому что это очень сложное все. Ну, все зависит от степени подготовки и от, конечно же, музыкантов, которые с тобой участвуют в этом процессе. В данном случае нам повезло, у нас действительно в коллективе прекрасные музыканты, и поэтому работа студии превращается в какой-то праздник, нежели в какую-то кропотливую, тяжелую работу. Мы записываем обычно легко, недавно мы записали наш новый альбом. Швейцарское радио выделило нам три дня в замечательной студии в Цюрихе запись нового альбома, но в итоге мы уложились в первый день. Да ладно? И сидели и думали, что нам делать следующие два дня. То есть вы за один день записали целый альбом? Да, так получилось. Это фантастическая скорость. Остальные два дня реально чем занимались? Пили кофе и пытались... Придумывали следующее, да? Придумывали следующее, да? Вот так и надо работать на самом деле. Потому что наши российские музыканты, когда к нам приходят в студию, они начинают рассказать, о, годами я пишу этот альбом, и я его делаю лучше и лучше. Ну, титик, какие разные подходы. Ну, возможно, в джазе фактор спонтанности имеет место быть. Все очень непредсказуемо. Это может быть, наоборот, превратиться в очень тяжелый процесс, а может получиться в одно мгновение. На раз два. Потому что много импровизаций, как ни крути. Как ты не готовишься, да, все равно это музыка. Желаю вам, чтобы у вас все было на раз-два, легко, в кайф, в удовольствие, как мы сегодня это видели. Спасибо вам огромное. Thank you, Вероника. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам хорошего концепта завтра. А вы, друзья, обязательно приходите, пожалуйста. У нас в гостях был коллектив Authentic Light Orchestra. Спасибо вам, ребята. Ну что ж, мы с Кутузовым прощаемся с вами до понедельника. Да, вернемся к вам уже после всех женщин, конечно же. С наступающим праздником хочу поздравить. Ну и все, до понедельника. Всем счастливо. Юлия Егорова. Влад Кутузов. Пока. До свидания. Один на всю страну.